Дагестанцы продолжают поддерживать жители городов находящихся на территории специальной военной операции. Подробности акции обсудим с гостем в студии. Горькие последствия сладкой трапезы. Что же такого съели жители Буйнакского района? Десятками поступившие в больницы после отравления узнавали наши корреспонденты. Все про хадж и умру. Муфтиад Дагестана организовал познавательную программу для паломников благотворительного хаджа Суллима Акеримова. Здравствуйте, это программа «Итоги» на канале ННТ. Меня зовут Магомед Магомедов. О наиболее заметных событиях минувшей недели расскажем прямо сейчас. На неделе в республику прибыла представительная делегация Исламской республики Иран во главе с послом в России Казем Мджалали. В рамках визита дипломат встретился с главой региона Сергеем Меликовым. На встрече обсуждалось долгосрочное торгово-экономическое сотрудничество Дагестана и Ирана. Одним из перспективных направлений сотрудничества обе стороны считают использование логистического потенциала республики в рамках транспортного коридора «Север-Юг». Господин посол, позвольте поприветствовать вас и вашу делегацию на территории многонационального Дагестана. Мы рады и выражаем признательность за то, что вы оказали внимание нашей республике. Исламская республика нацелена на дальнейшее укрепление российско-иранских отношений, в частности торгово-экономических, в которых, по словам посла, важную роль играет Дагестан. Именно поэтому Казэм Джилали заявил о готовности лично участвовать в обсуждении совместных проектов, как сейчас, так и в перспективе. И в частности мы предлагаем огромные усилия к тому, чтобы ускоренными темпами развивать наши торгово-экономические отношения. Но и в контексте развития экономических отношений между Ираном и Россией республика Дагестан играет очень важную роль. По завершении официальной встречи с руководством Дагестана посол Ирана в России навестил духовного лидера мусульман республики шейха Ахмад Афанди. Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере. Гость поблагодарил муфти региона за радушный прием. Встреча. с некоторым количеством наших дипломатов и нас очень радушно приняли вчера встретили хорошее гостеприимство сегодня провел встречу с главой республики была очень хорошая встреча очень хорошая и очень рады что отношения между нашими двумя государствами с каждым днем развиваются и самый наш большой капитал заключается в том что мы являемся мусульманами и благодарим господу за это от имени всех мусульманах вас приветствую на нашей земле то что вы своими глазами видели и вы рассказали как вас встретили другого я не ожидал и никогда не буду ожидать у нас республика много конфессиональная и в этой республике никогда я даже вовсе истории даже не помню межрелигиозные или межнациональные разногласия что здесь были то что вы говорите как и через дагестан вы налаживаете улучшает отношения по этому поводу я благодарю аллаха за то что дагестан все вечно сделал хотя бы маленькой причиной что укрепление братства между двумя странами пятое по счету и самое масштабное гуманитарная помощь от благотворительного фонда инсан распределена среди нуждающихся в городе энергодар сборе и отправки продовольственных товаров принимали участие жители всех районов и городов дагестана подробности сюжете по темат ханаповой колонны из 26 фур более 500 тонн продовольственных товаров масштабы гуманитарной помощи поражают а главные эмоции это благодарность людей которые ждали поддержки и получили ее здорово просто молодцы только пожалуйста не бросайте нас не уходите от нас пока не наладится все совсем все помогает помощь помощь всякая помогает на то она и помощь очень важно поддерживать сейчас те места где люди действительно нуждаются в этом сегодня привезя эти гуманитарную помощь очень многих можно сказать спасли это очень важно очень важная миссия и я благодарю тех людей которые собрали работали над этим коробках добра мука сахар рис гречка макароны подсолнечное масло везли бутилированную воду одежду медикаменты и средства гигиены продукты первой необходимости для нуждающихся собирали всей республикой хочу поблагодарить всех меценатов которые принимали активное участие каждого дагестанца кто принял участие пожертвовал как финансовые средства такие продукты в организации этой гуманитарной помощи большой партии гуманитарной помощи и жильцы энергодара и ближайших поселков очень сильно нас благодарят в первую очередь помощь получали одинокие пенсионеры многодетные нуждающиеся семьи всю привезенную продукцию раздавали неравнодушные волонтеры колоссальную поддержку при распределении оказали бойцы отделения росгвардии по дагестану и местная администрация пункт назначения делегацию встречал андрей шевчик мэр энергодара помощь нужна наш регион до сих пор нуждается в таких гуманитарных помощях потому что логистика еще полностью не сформирована по доставке продуктов питания и полному циклу работы магазинов и других сфер из-за этого это очень большая благодарность нашему городу нашему региону и всем нашим освобожденным территориям мы очень благодарны муфтию за поддержку этих территорий и нашего народа и наших граждан большое ему спасибо большая благодарность отметил что это пятое по счету и самая масштабная гуманитарная помощь от благотворительного фонда инсан руководство организации отмечают что они будут продолжать поддерживать жителей городов находящихся на территории специальной военной операции ватимат ханапова мурат бикбар за в новости ннт энергодар и продолжение масштабной гуманитарной акции мы пригласили в нашу студию генерального директора благотворительного фонда инсана магамирсула ахмедовым салам алейкум благодарны вам что нашли время прийти к нам студию вы на самом деле провели уникальную акцию уникальная она знаете чем вот мы мониторили скажем так вот интернет пространство вашей площадке и удивились тому что вам удалось на этот раз удалось 26 фур 500 тонн гуманитарной помощи организовать без официального объявления сбора как только вообще возможно айк салам благотворительный фонд инсан с первых дней начала специальной операции начал оказывать гуманитарную помощь на тот момент это еще вынуждены беженцам которые находились тогда в ростове с первых же дней когда к нам поступила заявка необходимости помощи мы буквально за на сутки собрали три фуры полной гуманитарной помощи это те же продукты первой необходимости вода одежда средства гигиены и все это конечно на тот момент мы просто созвонились с нашими меценатами друзьями коллегами и они как бы быстренько собравшись мы смогли в течение одной сутки отправить три машины гуманитарной помощи с россии мы были вторые первого воронеж мы там оказались вторые еще склады куда принимался на весь грузу были пустые и как бы мы были очень кстати была эта помощь необходима на тот момент беженцы находились в школах садиках спортзалах и так далее в таких условиях и уже с этого пункта с пункта приема гуманитарной помощи уже по заявкам распределялась эта вся продукция по необходимости по всем тем уже адресам где находились уже беженцы на тот момент это информация о том что фонд организовал такую гуманитарную помощь беженцам распространялась сильно социальных сетях и конечно к нам начали поступать звонки тех желающих наших дагестанцев неравнодушных дагестанцев которые желали оказать помощь в поддержку и мы тогда уже открыли пункт гуманитарной помощи уже в махачкале куда все люди могли прийти кто продуктами питания и так далее кто финансово оказывал помощь и на протяжении все это времени фонд оказывал несколько было отправок гуманитарной помощи и последний уже масштабный у нас прошел это уже пятый этап пятым этапом было уже собрано около 500 тонн и 26 машин гуманитарной помощи со всей республики мы видели как только с махачкала у нас выехала 14 машин они тоже были собраны не только в махачкале это были машины которые выехали степента с избирьба шаска списка и так далее то есть фактически вся республика вся республика практически принимала участие в таже самый отдаленный села нашей республике при очень я скажу более что здесь в этой последние акции больше людей проняли участие на непосредственно в отправке самой продукции не сколько финансово продуктом комнаку食у кто риск и так далее то есть кто-то воду юридические организации принимали которые переводили средства для отправки этой гуманитарной помощи. И, конечно же, практически все они меценаты, это крупные наши меценаты, несколько человек как с республики, так и за ее пределами, которые взяли на себя тоже существенную часть отправки. И, конечно же, которые остались, как всегда, они желают оставаться инкогнито. То есть общими усилиями, усилиями всех дагестанцев была сформирована как последняя, так и все предыдущие. Дагестанскому народу, по факту, получается, не чуждо чужое горе. Это дополнительный пример тому, что Дагестан всегда окажет руку помощи, поддерживает в трудных минутах. Это в периоды пандемии мы видели, как Дагестан оказал помощь. Но мы видели и в период пандемии, когда Дагестану помогали. Мы как фонд знаем, как в этот период пандемии, когда у нас ситуация была не из лучших, когда пик пандемии у нас в Дагестане проходил, как из Москвы, из Петербурга, из разных уголков России отправляли гуманитарную помощь для нас, как средства защиты для врачей, медикаментов и так далее. То есть мы как фонд это знаем, мы это принимали, и Дагестан, в свою очередь, в трудные минуты сам тоже помогает. Я хочу отметить то, что благотворительный фонд не объявлял сборов, не тратил свои ресурсы. Фонд выступал в отправке гуманитарной помощи, как этой, так и предыдущих, как просто помощник для дагестанского народа, как площадка, которая организовала эту отправку. И никак вся эта гуманитарная помощь, она никак не повлияла на текущую работу фонда. То есть в промежутках, как фонд оказывал помощь продуктами питания, там продуктам первой необходимости. Вот у нас недавно было около 50 семей получили, нуждающихся семей получили мясо. То есть все эти текущие акции. Все программы фонда работают в бесперебойной режиме. Да, да, да. Хорошо, давайте вернемся к нашей масштабной акции. Мы знаем, что вы лично сопровождали гуманитарные грузы. А как вот проходила отправка, транспортировка этого груза, если можно поподробнее? Ну, отправка гуманитарной помощи за пределы Российской Федерации, за границу, то есть это Донецкие республики, или же мы на этот раз были в Запорожье, в городе Энергодак, она невозможна без ряда согласований с разными структурами. Конечно, нужно согласовывать эти все моменты, в каком количестве, какой объем продуктовой помощи, куда направляется, к кому будет распределяться. И, соответственно, это все согласовывалось. Мы получили согласие на отправку всей этой помощи. И, конечно же, как я и сказал, эта помощь, она отправлялась в город Энергодак и в близлежащий район. А там нас встречали прямо на границе, нас встречали бойцы Росгвардии по республике Дагестан, которые служат в городе Энергодак. Начиная от границы практически 200 километров они сопровождали наш конвой до пункта назначения. Они помогали непосредственно в распределении этой гуманитарной помощи. На месте нас встречал глава города Энергодар Андрей Владимирович, администрация которого тоже очень содействовала в распределении всей этой гуманитарной помощи. Мы распределили все эти 26 фор, около 8 населенных пунктов получили эту помощь. Вы назвали 8 населенных пунктов, которым была оказана помощь, а по какому принципу распределялась гуманитарная помощь? Скажу честно, мы не определили каких-то принципов, каких-то правил. Помощь распределялась среди народа, который желал и нуждался в этой помощи. Они просто приходили в пункты раздачи этой гуманитарной помощи. Мы определили оживленные улицы, парки, площади, населенных пунктов, куда люди проходили и получали эту помощь. Людям, наверное, заранее сообщалось о том, где будут распределяться. Да, заранее сообщалось. В социальных сетях этих населенных пунктов об этом писалось. В группах, в WhatsApp они передавали. То есть население уже ждало, потому что было это все согласовано. Почему так? Потому что сегодня практически все это население осталось без средств существования, люди не работают, магазины, супермаркеты, рынки практически закрыты, людям негде покупать и практически ни за что это все покупать. Поэтому люди активно принимали участие, люди очень сильно благодарили дагестанский народ. Вот о реакции, пожалуйста, если можно. Что, вот какие-то слова благодарности может быть? Люди очень сильно благодарили дагестанский народ за эту поддержку, за эту помощь, которая им была крайне необходима. Мы посетили очень много семей адресно тех людей, которые были в списке инвалидов, пенсионеров, которые не могут физически выйти и получить эту помощь. Вы их сами получаете? Да, да, адресно мы посещали такие адреса и доставляли эту продуктовую помощь. Поэтому реакция людей, это просто я не могу передать словами, это все как бы у нас записано в благодарности. Выстраивалось десятки метров очередей людей, которые получали эту помощь. Планирует ли фонд что-то в обозримом будущем? Я и ранее говорил о том, что даже когда первая отправка у нас прошла, если активность нашего народа будет продолжаться, и также если люди желают оказывать помощь в отправке гуманитарной помощи, фонд Инстам всегда готов поддержать и помочь в отправке. Я думаю, такие отзывы будут, почему-то потому, что никто не ожидал. Это беспрецедентная акция, это 500 тонн гуманитарной помощи, о которой мы говорили, уважаемые телезрители, с генеральным директором благотворительного фонда Инстам. И к другим темам. По факту массового отравления в Буйнакском районе возбуждено уголовное дело. Напомню, с 19 по 22 июня с симптомами острой кишечной инфекции за медицинской помощью обратились около 60 человек. Все они были госпитализированы. О том, что стало причиной отравления, узнавала наша съемочная группа. Сладости не всегда радости. Это на собственном здоровье испытали жители села Нижнее Казанище, которые решили себя побаловать лакомством из местной кондитерской. По итогу около 60 человек с отравлением госпитализированы в больнице среди пострадавших и дети. Из-за нехватки мест некоторых больных пришлось укладывать в коридоры, оказывать им помощь временно. Спустя час-два мы уже переводили в палаты. Остались только двое. Ничего не чувствовалось. Прям очень вкусная гна. И потом мавли, те, кто был, кто ел именно творожный, те отравились. Свадьба, мавлиды, пикник. В этом массовом отравлении специалисты отследили три основных очага. И на всех этих мероприятиях были сладости из местной кондитерской. Собрались все родные, поехали на природу. Захотели купить выпечку, очень каприз. Поели все, отравились и по месту попали. То есть все, кто были на отдыхе? Да. Не все, кто именно поел каприз. А сколько человек получается из вашего? Из наших? 10 с чем-то, да? Да, 12 что ли. К счастью, говорят врачи, более 80 заболевших – это взрослые. Больные признаются, сейчас их состояние значительно улучшилось. В первые же дни они были не в состоянии ни двигаться, ни разговаривать. На данный момент уже тяжелых случаев нет. Многие идут на поправку. Есть улучшения, мы выписываем людей. Сегодня выписали троих, вчера выписали одного. Еще готовится человек 5-6 в выписке. Проблемы в обеспечении медикаментозном нет. Но и помощь люди получают в полном объеме. Прокуратура республики отреагировала на инцидент. Проводится проверка. Будут выяснены причины и условия происшедшего. А также дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства. По факту возбуждено уголовное дело. Батимат Ханнапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Буйнакск. Муфтиат Дагестана организовал встречу паломников благотворительного хаджа Сулеймана Керимова. Мероприятие состоялось накануне в Республиканском Доме Дружбы. Для будущих хаджиев была подготовлена интересная и познавательная программа, которая поможет им на святых землях полноценно совершать обряды хаджа и умры. Подробности самого масштабного собрания паломников смотрите в сюжете наших корреспондентов. Одна из будущих паломниц, которая стала победителем благотворительного хаджа Бариат Мирзалиева, Несмотря на физические трудности, она не отказалась от своей мечты и, возможно, единственного шанса в жизни – посетить святые земли. Ощущение неописательное словами. Невероятное. Такого ощущения у меня еще не было. Есть определенные трудности у вас? С кем вы едете? Одна едете? Одна. Я еду одна, но руководитель группы обещал помочь во всем, где будет нужна помощь. В таком месте, я думаю, каждый человек захочет помочь, поэтому я решила поехать не раздумываясь. Я же, несмотря на то, что еду одна. Это первая поездка моя. Всевышний примет. Около тысячи паломников благотворительного хаджа Сулеймана Керимова собрались в Доме дружбы. Накануне перед вылетом на святые земли Мекки и Медины для будущих хаджиев провели образовательное мероприятие. Наглядные познаватели сценки, выступления ученых-богословов, викторины – все о хадже. В первую очередь для того, чтобы подготовиться и привести его максимально правильно и полноценно. Такова цель организаторов мероприятия. Хаджи является столпом ислама, который является обязанностью для мусульманин, для которых есть возможность в данном случае она предоставилась. И поэтому, конечно же, его надо выполнить как можно больше с искренним сердцем. Поэтому все те мероприятия, которые проводятся, вся та информация, которая предоставляется на таких встречах, она, конечно же, непременно полезна для будущего паломника. Плюс к этому, чтобы они погрузились в ту атмосферу заранее. Вот мы для этого составили определенную программу и думаем, что им понравится. Это уникальное мероприятие такого масштаба для дагестанских паломников перед вылетом. Каждый из них в этом году совершит хадж впервые. Это была радость неземная. Аллах меня позвал на хадж. Это мечта моей жизни. Первый раз еду. Готовилась, читала, учила. Старалась. Не знаю, что получится. Наверное, что хорошо будет. Спасибо Кериму за то, что так нас выручили. Желаю ему всего хорошего, всех благ. Завтра у нас вылет. Радуюсь за то, что первый раз еду. Еще что сказать. Я не знаю. Еще Аллах сделаем. Как нам алимы говорят, если килограмм сто весишь, килограмм двести, нужно сабру с собой взять тоже. Дай Аллах, чтобы у всех братьев и сестры дал Аллах возможность исполнить все обряды хаджа полноценно. Вернуться. У каждого здорового человека, который находится в религии, возникает безумное желание попасть туда. Аль-Хамду лиллах, что есть сегодня такая возможность. Хочется поблагодарить, конечно, нашего брата Сулеймана Керимова. И дай Аллах, чтобы он мог отправлять хаджу, а также людей многие годы, чтобы Аллах хранил таких людей и побольше таких братьев тоже. Памятное собрание постили представители власти, общественники, а также представители мецената Сулеймана Керимова. Они пожелали будущим паломникам счастливой дороги и принятого богослужения. «Все знаем, что Сулейман до этого тоже отправлял людей в хадж. Главное целое – это довольствие священного Аллаха, конечно, и также помочь своему народу, дагестанцам, чтобы совершить обряд хаджа. Главное целое – это довольствие священного Аллаха, как и у каждого мусульмана». Первый рейс благотворительного хаджа отправится в Медину в воскресенье 26 июня. На месте уже ждут представители ОРК-комитета, призванные создать паломникам все необходимые условия для богослужения и максимально комфортного пребывания на святых землях. Хамз Нур Магомедов, Магомед Магомедов, Давыд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были итоги недели на ННТ. Увидимся на следующих выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова